Как пережить карантин, разводиться, либо сохранить то, что у вас уже есть? И многие ли смогут пережить коронавирус против любви? Как пережить карантин? Коронавирус против любви. Вы знали, что в Китае после того, как был отменен карантин, китайцы все ломанулись в ЗАГС? И знаете, что они там делали? Поверьте, не для того, чтобы выйти замуж или жениться. Китайцы побежали туда исключительно, чтобы разводиться. Ведь несколько дней, недель, проведенных вместе, смогли разрушить даже самые крепкие семьи. А ведь Китай – та страна, где люди не так уж и любят постоянно разводиться. Они обычно женятся и живут достаточно долго. А что ждет нас, нашу свободолюбивую нацию? И многие ли смогут пережить карантин? Я уверяю вас, если вам раньше казалось, что сюжеты передачи «Дом-2» – это то, что специально придумывают режиссеры, поверьте, постоянные конфликты, ссоры, дележ, драки, недопонимания происходят там, где люди слишком долго и много времени проводят друг с другом. И совсем скоро во всех квартирах и домах России у каждого будет свой «Дом-2». Это страшно. Это по-настоящему страшно. И сможете ли вы пережить и этот кризис? Ведь одни страдают от нехватки работы, нехватки денег, у кого-то карантин, кто-то в связи с этим работает с утра до ночи. В любом случае это страшный кризис. Но мы сейчас поговорим о том, как это отразится на личных отношениях. Итак, как пережить карантин, если вы в браке? Как пережить карантин, если вы в одиночестве? Интересно? Ну тогда слушаем дальше. Кстати, если вам эта тема все-таки очень-очень интересна, я приготовила для вас новый видеоурок «Психология любви». Он для вас будет совершенно бесплатным, чтобы вы смогли спасти свою любовь. Внизу есть ссылка, пройдя по которой, вы можете совершенно бесплатно скачать урок «Психология любви». Он ждет вас. Поверьте, он поможет вам либо удачно выйти замуж, либо сохранить то, что у вас уже есть. Обязательно его посмотрите. Быстрые, ценные советы. Всего-навсего минут 20, а польза будет, как будто бы вы прочитали сразу же 10 книг по психологии. Итак, как коронавирус разрушает нашу любовь? Поговорим сначала о тех, кому придется прожить вместе. Смотрите, если у вас были нерешенные вопросы со своим партнером, всегда была возможность скрыться. Ведь большинство пар живут в особом режиме. Очень много пар, где муж уходит на работу раньше жены, потом приходит достаточно поздно. Ну и в результате, по факту, вы общаетесь друг с другом максимум час в день. А некоторые и получаса не общаются. Очень часто мужчина уже лежит в постели, ждет, когда женщина придет, и у них начнется секс. А женщина в это время проводит активное время в ванной. Потому что это единственное время, которое у нее остается после работы, после детей, после заботы о родителях, например. Она идет в ванну, и ей нужно время просто побыть самой собой. Либо она уже давно не хочет своего мужа и ждет, что муж, возможно, просто-напросто подрочит и уснет. Или не будет дрочить, просто сразу уснет. Уже не знает, какие ему успокоительные подливать, чтобы он от нее отстал. Она там прихорошилась, легла спать. Девчонки, все здорово. Но все те конфликты, которые у вас были нерешенные, во время карантина обязательно обострятся. Естественно, если у вас нет договоренности, как тратить деньги, как делить квартиру, кто что делает по дому, то здесь будет огромное количество столкновений. Помимо всего прочего, будет все время борьба за власть. Ведь очень часто бывает, пока мужчины нет дома, женщина чувствует себя настоящей царицей. Она рассказывает, как детям учить уроки, как бабушке себе вести. И когда дома долгое время начинает появляться мужчина, все идет наперекосяк. Ведь обычно, если у нас отпуск, мы счастливые уезжаем на море. И там кайфуем, получаем удовольствие. А в рамках одной квартиры, откуда нет возможности даже пойти погулять, все начинает только обостряться. Итак, что же делать? Давайте принимать экстренные меры. Первое. У каждого дома должен быть определен свой какой-то угол. Потому что у детей дистанционное обучение, у мужа работа, у жены может быть какая-то конференц-связь. Поэтому распределите пространство в доме, в квартире и составьте график, кто где, какое время проводит. Это первое. Второе. Обязательно договоритесь, как вы будете во время карантина делить семейный бюджет. По большому счету, кто бегает за продуктами, кто их приносит, готовит и так далее. Очень важно поставить какие-то новые правила и договоренности. Помните, что в здоровых отношениях у каждого человека гибкие границы. Сейчас так модно говорить о своих личных границах, что многие думают, что личные границы – это что-то вот я сказала, так и будет. Нет, мы можем подстраиваться под окружающих. И это действительно очень и очень важно. Давайте возьмем следующую вещь. Поведение в конфликте. Помните, что любой конфликт нужно начинать с фразы «Я тебя люблю». «Я тебя люблю и я хочу выйти из этого конфликта с решенным вопросом». Так, чтобы и тебе в результате было хорошо, и мне было хорошо. Вам важно говорить о своих чувствах. Когда я чувствую, мне больно, мне грустно, мне одиноко, я счастлива, я рада. Начинаем всегда с разговора о чувствах. Пытайтесь искренне понять своего партнера. Дайте ему возможность выговориться. Если вы будете своего партнера постоянно перебивать, если вы не будете давать возможность ему выговориться, то все это будет разжигаться, разжигаться, разжигаться еще больше. Не втягивайте детей в ваши семейные конфликты. Ни в коем случае нельзя манипулировать детьми. «Я сейчас их заберу, уйду, ребенок весь в тебя». Вообще не нужно. Вы, взрослые, решайте свои проблемы между собой. Помните, что очень часто главная причина ваших ссор является в том, что у мужчины появилось огромное количество нереализованного тестостерона. А по большому счету, мужчине просто не хватает хорошего, качественного секса. Обратите внимание, что после секса мужчина расслабленный, довольный, как медведь. И что бы вокруг ни происходило, он будет счастлив. И помните, что эволюционно мужчина был запрограммирован на то, чтобы быть злым, на то, чтобы быть агрессивным, на то, чтобы воевать и защищать свою территорию. Не надо из своего мужа делать плюшевого медведя. Поэтому, конечно же, будьте готовы к тому, что раз у вас дома завелся медведь, время от времени он будет рычать. И один из способов успокоить Мишу, это сделать ему что-то приятное. Массаж члена, минет, устроить ему какое-то сексуальное безумие. И, возможно, сделать то, чего вы никогда не делали. А что насчет стриптиза, переодевания, заигрываний? Поверьте, у мужчин редко тема секса сочетается с руганью и скандалом. И если вы обратите большее внимание на вашу сексуальную жизнь, то проблемы могут решиться. Я понимаю, что те женщины, которые ждут тот блог, а как же пережить карантин, если ты находишься одна? Да, девушки, вот теперь пришло время поговорить именно о вас. Конечно же, карантин – это самоизоляция. Бывает очень больно, очень обидно, когда нет возможности встретиться со своими друзьями. И вроде бы вот, вот сейчас так много времени, нет работы, и я могу ходить по гостям, наконец, со всеми разговаривать, вдруг появляется другая серьезная проблема. А никто к вам не хочет идти, потому что все боятся, напуганы и сидят в доме в самоизоляции. Причем, чем они там занимаются? Телек смотрят, компьютер. Как ни странно, у них бывает очень мало времени поговорить даже вместе с вами. И тратится время впустую. Поэтому самым лучшим способом эффективно провести время в самоизоляции – это, конечно же, заниматься самосовершенствованием. Наконец, прочитайте те книги, которые вы не читали. Наконец, научитесь готовить те блюда, которые раньше вам не удавались. Начните тренировать интимные мышцы, ведь для этого нужно время, нужна энергия, и воспользуйтесь освободившимся временем. Конечно, самоизоляция – время заниматься спортом. Ведь на самом деле, когда вы ходите на работу, когда вы активно двигаетесь, вы не замечаете, как много калорий вы тратите. Но, оказавшись в маленькой квартире, вы не заметите, как уже растолстеете. Причем практика показывает – многие набирают по 4 килограмма в неделю, потому что наслаивается стресс, одиночество, отсутствие секса, взаимоотношений, флирта. Ну и, конечно же, женщины просто-напросто набирают этот вес. Помните, что если мы говорим об одиночестве, то именно сейчас самое время знакомиться в сети. Сейчас и Тиндер, и многочисленные сайты знакомств, и соцсети стали как никогда активны. И многие сейчас проводят прямые эфиры, многие сейчас рассказывают о себе. Так вот, пришло время вам, наконец, тоже начать подключать прямые эфиры и стараться заинтересовать других людей. Ведь на самом деле в современном мире виртуальные подписчики – это уже не виртуальные подписчики, а те люди, которые после карантина могут стать вашими близкими друзьями, вашими знакомыми, хорошими, а, возможно, мужем или любимым человеком. Поэтому самое время осваивать, что же там в соцсетях. Заводить новые аккаунты, выкачивать туда свои фотографии, которые давно-давно пылятся у вас в старых альбомах. Ну и, конечно же, начать писать тексты. Самоизоляция – идеальное время для того, чтобы осваивать новую профессию. Ведь 100% есть высокий шанс, что то место, где вы работали, возможно, будет для вас закрыто еще многое время. Возможно, фирма разорится, возможно, произойдут какие-то изменения. А какая еще профессия у вас есть, которая будет востребована и актуальна в любое время года? Подумайте и начните развиваться в этом направлении. И тогда этот период станет для вас самым мощным и продуктивным. А что же вы скажете делать с любовью-то? Девчонки, помните, что именно пребывая в одиночестве, наконец, вы можете слышать себя. Наконец, вы можете чувствовать. Наконец, вы можете осознавать, что у вас там происходит внутри. Какого именно мужчину вы хотите. Что для вас настоящие ценности. И только проведя такое время в изоляции, вы по-настоящему будете готовы к здоровым отношениям. И благодаря этому перерыву, поверьте, вы, наконец, сможете найти свою любовь. Ну что ж, про карантин и про то, как коронавирус разрушает любовь, я могу говорить бесконечно. Ведь есть еще одна категория граждан, у которых мужчина живет в Италии. Знаете, как в той шутке. Ах, как же я буду встречаться со своим итальянцем. Глупышка, ну что ты, я же татарин. Так что, девчонки, если так случилось, что ваш мужчина находится в другой стране, в государстве, дороги закрыты. Помните, что это идеальный период для перезагрузки. И помните, что в результате перезагрузки вы можете выйти на новый уровень отношений. И после карантина по-настоящему сыграть свадьбу. Ну а о том, как сделать это, вы можете узнать на моих бесплатных вебинуарах, которые я провожу почти каждый день. Внизу есть ссылка, пройдя по которой, вы можете подписаться на мою рассылку и получить в подарок мой видеоурок «Психология любви». Также я буду очень рада, если вы поставите лайк, напишите комментарий, ну и обязательно нажмете на колокольчик. Ведь таким образом вы будете вовремя получать уведомления о том, что мой прямой эфир начался. До новых встреч. С вами была я, Федорова Екатерина. Ваш чуткий психолог. Субтитры сделал DimaTorzok